Июльский крестный ход стал в Белове доброй традицией. 17 июля все православные верующие страны отмечают День памяти святых царственных страстотерпцев, семьи последнего русского императора Николая II. Православные беловчане вместе со священнослужителями прошли под центральным улицем города от Храма Вознесения Христова до Часовни Покрова Божьей Матери, возле которой был совершен молебен. Во благорастворении воздухов и изобили плодов земных и временях и мирных Господу поморимся. Во плавающих, путешествующих, недугающих, страждающих, плененных и о спасении Господу поморимся. Этот день повод о многом подумать. В истории Ветхого Завета, рассказывает отец Василий, есть момент о том, что было время, когда у израильского народа не было царя. Единственным царем был Господь, но пришло время, и народ попросил Бога, чтобы он послал им царя. И Бог им дал его. В истории было немало разных царей, тех, кто ходил перед Богом и кто надеялся лишь на себя. И, наверное, найдутся люди как среди верующих, так и неверующих, которые скажут, что царь Николай делал что-то не так, совершал много ошибок. Но апостол Павел сказал, поминайте наставников ваших, невзирая на кончину жизни их, поддерживайте вере их. Но, почитая святых, мы больше всего обращаем внимание не так на их жизнь, как на их кончину. Какой она была? А была она с особой верой, с особой святостью, с особым упованием на Бога, на его промысле. Царская семья приняла мученическую смерть, но не изменила своей вере, потому их и приравнивают к святым. Для многих прихожан это пример того, как нужно жить. А вера обязательно поможет во всех делах, во всех благих начинаниях. Я утром стою, умыла все, свечку беру в руки и молюсь о Богу, молитву читаю, чтобы мир был над нашей головой, чтобы мы, люди, все были спасены. Под и сия причащением, жить в креплении, Господу помолимся.